Всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами едем в не очень популярное среди туристов место, но в очень интересное место с точки зрения истории Израиля это Долина Слез. Находится она на голландских высотах на севере Израиля. Как вы видите здесь пусто, тихо, народу нет. Открывается очень красивый вид. И мы с вами находимся на спорной территории. Голландские высоты сейчас считаются спорной территорией. Израиль считает их своей территорией и Сирия на данный момент считает их своей территорией. Не самое веселое место, но очень интересное место в плане истории. Вот вы видите сейчас здесь оставлены два танка. Вот этот пятнистый танк это танк сирийской армии и серый танк это танк армии обороны Израиля. Очень красивая долина и даже не верится, что когда-то давно здесь происходило очень ожесточенное сражение. Вот на этом холме укрепления. Дальше я вам их покажу. Здесь можно везде ходить, все трогать, залезать во все танки, все открывать и смотреть. Макс, конечно, был в восторге. Они с папой облазили все, что только можно. И очень интересно, я думаю, что Максу теперь придется купить танк, потому что ему очень понравилось. Вот это вот впереди это гора Хермон, самая высокая гора в Израиле. Там сейчас горнолыжный курорт. Если пройти чуть дальше, сейчас мы с вами пойдем, я вам покажу. Дальше мы идем к этому холму, где находится укрепление и там настоящие окопы. Вот это вот очень интересная территория. Написано осторожно, мины. Это не разминированная территория. Она за колючей проволокой. И очень-очень много лет на самом деле во многие места просто не ступала нога человека здесь. Это израильский танк и направлен он на Сирию. Вот это вот гора Хермон. И вы видите желтую табличку. Все-все вокруг вот этой вот зоны. Это не разминированная территория. Вот они окопы, укрепления. По ним тоже можно ходить, но такое, знаете, чувство немножко немножко, немножко жутковато там быть. Вот эти вот окопы дальше идут под землей и заходят в бункер. Максу здесь было очень интересно. Конечно, тоже боялся заходить далеко. Вот где светло они с папой везде ходили, а вот там вот где уже под землю идут ходы эти. Он, конечно, тогда боялся заходить даже с фонариком. Ну что говорить, даже мне было жутковато. Естественно, маленькому ребенку тоже. Вот Юра пытался туда пойти с фонариком, но под землей там темень такая, что вообще, наверное, один он бы сходил. Потому что, правда, очень интересно, но Макс его никак не отпускал. Вот здесь вы видите, окопы ходят под землю. И есть бункеры. И вокруг каждого бункера окопы. Вот как здесь. Есть глубокие достаточно. Есть неглубокие окопы абсолютно разные. Вот так вот выглядят бункеры. И вид на долину. Вот это, конечно, неразминированная территория выглядит угрожающе вокруг всех вот этих вот окопов и танков. Но на самом деле все везде огорожено. Никто туда, естественно, не ходит. И вот с 73-го года буквально во многих местах здесь не вступала нога человека. И немножко страшно, немножко неуютно находиться на спорной территории, на территории Сирии. Но с точки зрения истории здесь все очень интересно.